Смотрите, уважаемые братья и сестры, вы побрелись, камушки кинули, барашек, аль-хамду-ля, там, в основном, там, сдаете, обычно, то есть, не нужно самому искать, там, одна из ошибок тоже, человек идет, время тратит, хочет сам зарезать, найти барашку и так далее, там, не знает, потом, куда мясо делать, весь испачился, просто передаете деньги, там, группе, старшему группу, кто этим баранами занимается, если хочет человек зарезть барашку, одного барашку, если хочет зарезать корову или там, верблюдо, то можно одну корову на семерых или одному верблюду на семерых, но, аль-хамду-ля, барашку или там козу зарезали, то есть, дали сумму, чтобы ее привели в жертву, если у человека нет возможности, то он тогда или постится, три дня во время хаджа, 10 дней, 7 дней, когда он вернется, Или 10 бедняков потом накроют. Но, инща-аллах, ему, аль-хамдуллю, барашка, если возможно, есть, нужно там зарезать барашку. Потом остается таваф. Таваф человек может делать или в этот день, или на следующий, или еще через день. Поэтому можете, некоторые братья сразу уходят в сторону Мекки и сделают таваф, и потом Мисафа и Марва выходят. Тем самым у них что? Тоже, аль-хамдуллю, вот эти основные рукин, все они с толпы хаджа совершили. Но бывает такое, что в первый день очень большая давка. Можно на следующий день совершить таваф. Или мы, как обычно делаем, тоже сейчас расскажем. Это, опять же, для, так скажем, для облегчения паломникам, аль-хамдуллю. Потому что еще нужно постараться. И я хотел бы также обратиться к старшим группам, чтобы стараться все сделать, чтобы облегчить хаджи им, совершить хаджи правильно и посудно. Когда постригли волосы, поприли волосы, кинули камни, барашки зарезали, человек может переодеться, снять одежду и храм. Вот это называется тахалюль аль-азгар. Малый выход из храма. То есть он уже может опять мазаться миском. То есть обычно жизнь переоделась, то, что уже все, как бы, аль-хамдуллю, из состояния храма вышел, уже больше храм не одевает. Кроме одного, кроме близости, супружеской близости. Десятый день, он что, он кинул камни и опять возвращается в мину. Читает молитвы все вовремя, но сокращенно. На следующий день, получается, одиннадцатый день вместе в дзуль-хидже, выходит после заваля, то есть после молитвы в дзхр. И нужно это успеть от Лохра примерно до Магриба, пойти опять в сторону Джамарата, там через два туннеля нужно пройти примерно. Если это российские группы, там они за два туннеля чуть подальше живут. В сторону Джамарата, то есть туда, где кидали камни. Но уже начинать, уже в этот день нужно кинуть 21 камушек. Семь камней. Мы помните, говорили, что первый день он кидает в большой столб, а вы семь камней кидаете в маленький столб, с каждым бисьмилаллаху бар, бисьмилаллаху бар, семь раз. Потом останавливались, делаете дуа. Подольше делаете дуа, в Аллаху Субхану Ва Тааля, просите. Второй, средний столб, тоже семь камней, кинули, тоже дуа. В третий столб кинули семь камней, и выходите, дуа не делаете. Возвращаясь опять в мину. То есть уже в обычном одежде, уже как бы, альхамду ллядаль, вы возвращались, вернулись в мину. Что в мине делаете тоже, как сказал пророк Мухаммад, эти дни, эти дни еды, питья и поминания Всевышнего Аллаха, Субхану Ва Тааля. В мине, там, кушаете, чай пьете, общаетесь, лекции слушаете, намазы читаете вовремя, но сокращенно. Следующий день, двенадцатый день месяца дзуль-хиджа, то же самое, после дзухра намаза, идете, также кидаете в маленький столб, семь камней дуа, в средний столб, семь камней дуа, и большой столб, семь камней дуа не делаете, выходите. И посмотрите, внимание, здесь, двенадцатый день дзуль-хиджа, если до Магриба вы успеете покидать местность Мина, то, альхамду ллядь, вы можете выйти. И кто хочет, может еще на один день остаться, и то же самое повторить. Аллах в Коране, Субхану Ва Тааля, говорит, «Фа ман та'джал фи яумейни, фа ла исма алейх, му ман таахара, фа ла исма алейх, лиман и таахара». Это называется «та'джал ва таахар». То есть, тот, кто двенадцатого дня выйдет оттуда, на нем нет греха. Кто останется на тридцатый, на нем тоже нет греха. То есть, можно или так, или так. Опять же, уже как главные группы решили, то, иншаллах, старайтесь, чтобы не было разногласия. Самое главное, чтобы не было споров во время хаджа. Ведь пророк Мухаммад, Субхану Ва Тааля, сказал, кто не спорил, совершил хадж, он вернется домой, как будто как новорожденный ребенок. И пророк Мухаммад, Субхану Ва Тааля, сказал, «Семь раз обошел, уже в обычной одежде, без храма, совершил делать таваф». Помните, как совершается таваф? Также прочитал два раката намаза «Хальфа макам Ибрахим за стапами Ибрахима, алейсалям». И сделал сафа и марва, если это хаджа, то матдю. Если это ифрат, то он мог уже до этого делать саи. То есть, ему не нужно повторно, второй раз делать саи. Таким образом, хадж его завершен. Можно будет его обрадовать и сказать, «Та каббеля Аллах минна ва минку». Пусть Аллах, Субхану Ва Тааля, примет от нас и от вас. Остается, что если он не посетил Медину до этого, то, опять же, группой Медину посещать, это не является, не входит в обряды хаджа, но это как дополнительное благое дело. Зерату Мадиня, это Наби, Салаллаху Алейху Ассалям, посетить город пророка Мухаммада, Салаллаху Алейху Ассалям. Но при этом, до этого, когда человек выезжает из Мекки, то он должен сделать таваф, прощальный таваф. Прощальный таваф, то есть, это тоже является ваджбом, то есть, является таким обязательным действием. Просто уже это самое последнее, что делается при выезде из Мекки. То есть, после этого нельзя уже там ходить, какие-то подарки покупать и так далее, там торговлей заниматься. Последнее, что, например, скажем, если утром, например, вам говорят, утром выезжая в Медину, то вы ночью сделали таваф, семь раз обошли, там уже и прочитали дворок от намаза, уже без сафаймара, просто таваф. И все, возвращаясь в гостиницу, там отдыхаете, спите, и уже утром, например, вы выезжаете в сторону Медины. Примерно ехать в Медину 400 километров, там 5-6 часов, там от пробок зависит. Приезжаясь в Медину, селиться в гостинице, там уже нету какой-то обязательной, там специальной одежды и так далее. И какие там действия? Просто нужно молиться в мечети пророка Мухаммада, саллаху алейхиму ассалям. Каждая молитва, там как будто как человек тысячи раз. То есть одна молитва, как тысяча молитв награды. В мечети Аль-Харам в Мекке, мы сказали, как 100 тысяч раз награды в Иерусалиме. В мечети Аль-Харам в Мекке, как будто за 500 рублей прививались к 500 молитвам. Также с зияроду каб hunger на м아요 саллаху алейхима ассалям, посетить могилу пророка Мухаммада, саллаху алейхиму ассалям, является сунной дать ему салям. Есть отдельный вход для женщин, отдельный вход – отдельные часы для женщин, отдельные часы для мужчин. Как давать салям? Просто похороненный пророк Мухаммада, саллаху алейхиму ассалям, рядом с ним Абубакр, саллаху альхиму аля и рядом с ним Умар. Некоторые люди начинают просить дуау пророка Мухаммаду Ассаламу, и это является ширком. Некоторые там что-то говорят, дополняют и так далее. Нет, просто пройти мимо. Ассаляму алейки, я Расуль Аллах. Ассаляму алейки, я Абу Бакр. Раду Аллаху алейки, я Умар, я Хаттаб. И выходит человек. Он может там по несколько раз в день заходить, может там каждый день это делать, может один раз достаточно этого сделать. Также является, можно посетить там кладбище, Ба-Киа, который называется рядом с мечетью пророка Мухаммаду Ассаламу, это то кладбище, где сейчас тоже хоронят тех людей, которые умерли в Медине, там же сахабы похоронены. Также посетить мечеть Куба, пророк Мухаммаду Ассаламу алейкин сказал, в субботу, сунны каждую субботу посещал, это первая мечеть в исламе. Пророк Мухаммаду Ассаламу алейкин посещал, это каждую субботу утром мечеть Куба. И если человек взял омовение и поехал, утром взял омовение из своей местности, где находится, поехал мечеть, чтобы совершить там два раката намаза, запишется ему награда, как будто он совершил умру. Также из сунны является посетить, так скажем, из местности Ухуд. То есть это то, где была битва при Ухуде, там похоронены, там похоронены сподвижники, посмотреть, дать салам им, ассаламу алейкум, ассаламу алейкум, я агн Кубур, мин аль мусульмин, антум сабикун, это дуа при посещении могил. Также не является сунной, но было бы также неплохо посмотреть другие местности. Там есть мечель Кибля-Тейн, там мечеть, где два Кибля было, то есть обычно туда возят, на мазерат, на некие вот эти экскурсии. То есть раньше мусульмане молились в сторону Иерусалима, и потом во время молитвы Аллах Субхану Алейкум приказал повернуть лико в сторону Киабы. То есть именно вот в это вот, там местная мечеть, где это совершилось, вот это вот, где Аллах Субхану Алейкум послал «Айя фа вау ли ужуху акум шатар аль-мажид аль-Харам» «Направьте свои лики в сторону мечети Аль-Харам». То есть там это случилось, это событие, можно было бы это посмотреть, ахамду лля тоже. И все, потом уже, иншаллах, сколько-то там обычно, там два-три дня находятся в Медине, и уже возвращаются, аль-Хамду лилля, все паломники домой, в свои дома, аль-Хамду лилля. Тем самым, Аллах Субхану Алейкум просил, чтобы принял хаджи, иншаллах. Также побольше пейте там воды «Замзам». Пророк Мухаммад Саллаху Алейкум сказал «Замзам бимащури балиху замзам». Это то, с чем его пьешь. То есть Аллах Субхану Алейкум в Куране говорит касательно мед. Про мед говорит Субхану Алейкум. В нем есть исцеление для людей. Но Всевышний Аллах не сказал, что мед от любой болезни исцеление. Касательно черной тмина, Пророк Мухаммад Саллаху Алейкум сказал «Дя ва ми кули дай и ля самм» Это лекарство от любой болезни, кроме смерти. Но нельзя, например, черной тминь принимать с неятом, чтобы там баракат был, благодать была или другим неятом каким-то. А «Замзам» Пророк Мухаммад Саллаху Алейкум сказал «Замзаму бимащури балиху замзам» То, с чем ты его пьешь. То есть можно даже с неятом по несколько неятов, по несколько моментов, чтобы благодать была, чтобы баракат в работе, чтобы там здоровье было. Был такой один из больших ученых, Ибн-Уджазари. Ибн-Уджазари – это кто написал «Китабу дурра». Все 10 видов чтения Краата собрал в одну книгу. И его отец, когда приехал в Мекку, у них не было из его рода ученых, он приехал в Мекку и попил воду замзам с неятом, чтобы родились ученые, и разделился его сын, Ибн-Уджазари, который собрал все 10 Краатов Кур'ана в одну книгу дурра. И самое, что я хотел сказать, уважаемые братья и сестры, те, кто поедет на хадж, и жил там в Сауде, и Аллах милует то, что постоянно, каждый год совершать хадж. Самое главное то, что сердца, пусть ваши будут вместе с вами, сердцами поклоняйтесь Аллаху. Меньше теорий, больше практики. Сердца, чтобы были всегда везде. Аллаху, Субхану Аталай в аятах, где «фазкур Аллах». То есть, если аяты хаджа прочитать в Кур'ане, то Аллах, Субхану Аталай везде говорит, поминайте Аллаха, бойтесь Аллаха, потом поминайте Аллаха, после того, как вы закончите Арафа, только закончите Арафа, как закончится весь хадж, поминайте Аллаха, поминайте своих отцов, или еще больше. Если посмотреть, мы обращаем внимание, про аркан, то есть столпы хаджа, обязательное действие, но, однако, сердце хаджа, душа хаджа, это поминание Аллаха, Субхану Аталай. И самое интересное, что ни в одной книге мазхабов, ни имам Абу Ханифа, ни Шафи, ни Малик, ни имам Ахмад, не пишут, что поминание Аллаха во время хаджа является столпом, или ваджибом. Почему? Не потому, что они забыли, потому что это больше этого, это сульба хаджа, руха хаджа, именно сердце, душа хаджа, это поминать Аллаха, Субхану Аталай. И часто бывает то, что человек, который поехал на хадж, теорию какую-то, какие-то вещи такие, это тоже должно быть, практика, кидать камни об этом, переживая и так далее, но однако забывает много поминать об Аллахе на хадж. Больше всего, больше поминайте Аллаха, Субхану Аталай. Это раз. И второй такой совет, слушайте имама, которому вы доверились, который с вами поехал на хадж, потому что много там бывает умников, от тебя начинают спорить, разногласить, тем самым аннулирую свои люди хаджи. Даже ученые говорят, ты в основании храма даже торговаться не нужно, потому что это тоже может быть как спор, и твой хадж может быть недействительным. Поэтому, больше старайтесь, если вы поехали, слушайте имама, обычно в компаниях там всегда бывает образованный, хорошие имамы, которые понимают, которые учились, не впервые там бывает, иншаллах, и они вам облегчат смелиться Аллаху, Субхану Аталай, чтобы вы правильно по сунне совершили свой хадж. Таким образом, альхамдуллях, много, то есть мы не хотели углубляться в разногласии, там, акуаль уламат, там, скажем, мнение ученых, в чем вы это, хотелось в легкой подаче объяснить вам, иншаллах, хадж, я думаю, иншаллах, мы сейчас все там своими сердцами, своими мыслями побывали вместе, иншаллах, да, и так же с нашими телами вместе побывать в хадже, иншаллах, самое лучшее место на этой земле, самое, альхамдуллях, то место, в котором всегда хочется возвращаться, человек, который там бывает и всегда хочет вернуться. Я хотел бы также еще одно наставление делать, то есть люди, если у них есть возможность совершить хадж, часто бывает такое, в человеке есть возможность совершить хадж, финансовый, физический, он не совершает, потом, потом, откладывает, хочу постареть, и так далее, Потом, помните, братья и сестры, хач это такой же столб ислама, как и намаз. И человек не дала, если у него была возможность совершить, он не поехал и ушел из этой жизни. Аллах его спросит за это. Поэтому не нужно откладывать. И потом, когда старик приезжает на хач, ему тяжелее это совершать. Все нужно успеть молодому возрасте, пока есть силы, чтобы правильно, четко совершить хач. Не откладывайте то, что можете сделать сегодня. Тем более из фардов на завтра. Потому что завтра может для кого-то уже не наступить. Таким образом, мы взяли все пять столбов ислама, вкратце. Просим Аллах, чтобы дал нам благодать. Будьте счастливы. Саляму алейкум.